Особое мнение на 101FM 13.06 Кирове. Начинается программа «Особое мнение». У микрофона сегодня работает Светлана Занько. Своё особое мнение высказывает директор аудиторской консультационной компании «Бизнес Информ» Азиз Сагаев. Азиз Алиевич, добрый день. Здравствуйте. Значит, мы начнём с Мородыкова. Мы начнём с бывшего объекта по утилизации химического оружия. Напоминаю, что история связана с тем, что подписано 30 апреля было руководителем правительства Российской Федерации постановление о конверсии этих предприятий ПУХО. И у нас в посёлке Мирный на объекте Мородыковский планируется разместить производство по переработке отходов химических первого и второго класса опасности. Значит, на прошлой неделе в течение двух дней шли разные мероприятия. Начинают посещение самого объекта, ограниченной группой граждан порядка 20 человек. И встречи с местным населением в Мирном заканчивая круглым столом в общественной палате, который был открытый, большой такой круглый стол, и встречи с руководителями СМИ. Приехали специалисты Росрау, были некоторые представители правительства, в этот раз обошлось без первых лиц. И было достаточное количество активистов, жителей и представителей различных партий. Значит, у меня накопилось несколько вопросов к вам, Азиз Алиевич. Но прежде чем мы начнем на эти вопросы отвечать, рассуждать и, может быть, даже спорить где-то, я хотела у вас спросить, с какой стороны, как вы смотрите на эту проблему, в смысле участия в этой проблеме? То есть как вы судите об этом процессе? Вы находитесь внутри или вы наблюдаете? Я нахожусь внутри, как все на общественной палате, пример привожу. Ну да, я не сильно участвую в этих мероприятиях, и тоже могу объяснить, почему. Но участвовал в митинге, организованной коммунистами, вот в парке Степана Халтурина. Которого из них? Их было несколько. А 20 какого-то там было... Но не в эти выходные, не на той неделе. Не в эти, да. Ну в эти не получилось, я в следующем тоже буду как бы участвовать, кто бы их ни организовывал. Вообще думаю, что всем вместе их надо организовывать, по большому счету. А не участвую, потому что, с моей точки зрения, это имитация диалога. Имитация диалога, тем более, что они там уже, правительство заявляет, что это вообще не наш объект. И для того, что... Да, надо уже делить наше правительство. Да, да, наше правительство. Что для референдума нет оснований, потому что это собственность там федеральная. А мы будто бы не граждане этого федерального государства, и будто бы эта федеральная собственность не, значит, не будет влиять на нашу среду обитания. То есть не будет портить наш воздух, нашу землю, нашу воду, и не только нашу, так сказать, воду. Поэтому я считаю, что с точки зрения конституции и граждан нашей страны референдум должен быть. Так, теперь материалов очень много. В СМИ, в соцсетях очень много материалов. Что-то на митинге говорится. Для вас стало более понятным за эти сколько, получается, май, июнь, июль, три месяца, что нас ждет с этим объектом? Ну, мне стало понятным, что, первое, никто не собирался ни с кем обсуждать, что там будет. А сейчас идет имитация этого обсуждения. А вот, кстати, признаки того, что это имитация, они реальные обсуждения. Потому что ничего конкретного не обсуждается. То есть, что там будет перерабатываться, какими технологиями будет перерабатываться, как и какими технологиями будет обеспечиваться безопасность. Значит, все эти разговоры о том, что вот кто-то там отвечает, мы тысячу раз видели, когда происходит уже, в период правления, в том числе и Путина, когда происходят трагедии, и никто практически за это не отвечает, кроме стрелочников. Мы видели несколько кризисов экономики, за которые, так сказать, должно было отвечать правительство, и не отвечало. Мы видим массу других вещей, так сказать, которые происходят там. Например, там, что Максим Орешкин отдыхает в апартаментах Китая за полтора миллиона в день, а в то время как полтора миллиона в день это полуторагодичная заработная, средняя заработная плата, значит, даже двух с половиногодичная средняя заработная плата кировчанина. А Максим Орешкин за сутки, так сказать, спускает это в Китай, в Шанхай, а мог бы просто в трехзвездочный поселиться номер. А что такого? Нормально, его бы обслужили китайцы. Поэтому масса вещей происходит, за которые никто не отвечает. И в этой ситуации... Я правильно вас понимаю, Дисалевич, что у вас отношение ко всему этому проекту такое даже не скептическое, а все-таки негативное, потому что у вас в целом неверие в те проекты, которые сверху реализуются реализуются в Российской Федерации. Да, у меня в целом неверие в органы власти. И еще раз объясняю, почему. Почему нужно такое производство размещать вблизи города Кирова, вблизи экологически, скажем так, чистых мест, в Оречах, Куменах и так далее, где мы производим основные продукты питания не только для себя. Ну или же они экологически чистые, если там еще был объект по утилизации химического оружия. А про это тоже ведь говорят активисты, что мы уже там не экологически чистые. Ну, в определенном расстоянии наверняка, но все-таки это было химоружие, и мы знаем в результате утилизации, какие вещества могли бы... То есть мы конкретно знаем. Вы, Азис Алиевич, часто бываете в Европе? Бываю. Да. И вот, смотрите, вас нисколько не поражает, в смысле не убеждает примеры, которые приводит тот же Росрао, о том, что там посреди Вены стоит такой объект, и ничего никто на экологию не жалуется. Или в Швейцарии, вами любимой, то же самое происходит. В центре города стоит объект по утилизации опасных отходов, и швейцарцев это почему-то с их прекрасной экологией нисколько не смущает. Не смущает. А вас, который живет в городе Кирове, смущает, что там в 60 километров от города Кирова будет объект на уже существующей площадке. И от этого вы будете страдать. Экология будет страдать. Почему такая разница в суждении? Ну, вот смотрите, в Кантоне, Аргао, в Швейцарии стоит атомная электростанция. Люди там живут на расстоянии буквально чуть ли не 15 километров. Самое главное, что информация об этих объектах, она всегда публично, доступна, везде стоят измерители. И небольшой сбой в работе какого-либо реактора моментально становится доступным всем жителям, потому что связано с этим их жизнь. И потом, в Швейцарии 7 президентов, которые каждый год сменяют друг друга. В Швейцарии представлено, по-моему, 5 партий в парламенте. Которые имеют примерно равное количество голосов, а не одна. Как политика связана с объектом Мородыковский, объясните мне. Ну, смотрите, мы платим с вами налоги. Почему Владимир Владимирович Путин, его наличие, является не гарант того, что, значит, у нас в Мородыкове все будет хорошо, а в Швейцарии наличие 7 президентов является гарантом. Потому что Путин лидер партии Единая Россия. А мы с вами платим налоги, которые Единая Россия потом расходует и объявляет, что это он построил нам дороги. Не мы отдали свои деньги, заплатили налоги, а он построил, она вот эта вот партия несчастная построила. Потому что в Швейцарии президент не имеет права самостоятельно куда бы либо израсходовать, значит, какие-либо денежки, пока об этом не будет коллегиально принято решение. А у нас президент может сказать, я выделяю там на ремонт крана какого-то там или на путевку какую-то там, такие-то там. И в свое время я на этой передаче вам говорил, что я за то, чтобы объявить законным запрет высшим должностным лицам использовать наши с вами деньги, деньги налогоплательщиков, на какие-либо другие мероприятия. У нас с вами в бюджете уже секретные статьи доходят там до 25%. В Швейцарии этого нет. То есть там народ знает, куда расходуются деньги. То есть Азиз Агаев не верит. Не верит. В Швейцарии налоги не повышают, когда у нас есть профицит бюджета, когда 7 триллионов лежит в фонде национального благосостояния, а у нас повышают миссионный возраст, отбирая у каждого... Теперь верит ли Азиз Агаев, что этот объект в Марадыково будет? Объект Росрау и Росатому будет в Марадыково? Если мы не выступим с протестами, с резкими протестами, и если и дальше не уроним рейтинг президента Путина и Единой России, как вот измеряли, было 32, потом поправили, быстренько стало 70 у президента там рейтинг, то я считаю, что объект будет и никого при этом не спросят. Проведут вот эти имитационные мероприятия, в том числе, извините, в котором вы были модератором. Круглое стол общественной палаты. И после этого скажут, а еще они умеют правильно управлять информационным пространством, напишут, что в результате обсуждений никто не был против. Ну, как вот сказали, что Тамара Шехмина сказала, что где-то я читал, что вы нам дайте чего-то там с экономической точки зрения, там чего-то, и мы практически согласны на то, что было построено. Давайте уж справедливости ради скажем, что везде все протестные мнения, которые были озвучены на всех этих собраниях, были и в СМИ, и в общественной палатах освещены. Ну, вы же видели? Ну, теперь да. Все. И даже видео везде выложены и так далее. Да, и слава богу. В комбарке такого не было, кстати. Но вот я хочу с вами поговорить еще все-таки про объект Марадыковский. Если там убрать недоверие власти и примеры, которые его подтверждают, мы все их знаем прекрасно, вот космодром посмотреть, и дырявые ракеты и так далее, да, и зная порядок цифр, то все. Оптимальный вариант обсуждения с населением и вообще программы размещения подобных объектов, как он с точки зрения экономиста, гражданина и человека, который знает европейский опыт, должен был выглядеть. Мы обсудим это после короткого перерыва. Алис Сагаев, директор аудиторской консультационной компании «Бизнес-инфорум», в программе «Особое мнение», у микрофона Светлана Занькова, мы говорим об объекте по утилизации опасных отходов первого-второго класса, который планируется разместить в Мирном, это бывший марадыковский объект УХО. И мы сейчас хотим посмотреть на этот вопрос с другой стороны. Как надо было сделать? Да, но прежде чем это рассмотреть, надо задать все-таки Азизу Алиевичу вопрос. Нам нужны эти объекты по утилизации отходов? Опасных, неопасных? Ну, Светлана, есть отходы. Они нужны или нет? Есть отходы, у нас вариантов как бы немного. Или их складировать где-то. И мы знаем, что отходы есть отходы, они все равно сами начинают как бы распадаться там и так далее, и какие-то там выделяются. А потом есть отходы, которые можно вторично использовать, третий раз использовать. Потому что я объясню, Азиз Алиевич, почему я вас спрашиваю. Есть мнение, я уже слышала на этом пресловутом круглом столе, о котором вы говорите, что не верю. Есть мнение, что Российской Федерации не нужны заводы по переработке мусора, не нужна сортировка, у нас достаточно территории. Это вот бедная Европа, в которой нет территории, поэтому они это делают. А у нас достаточно, не надо тратить на эти деньги. Вполне серьезные люди это говорят. То есть есть такое мнение, есть другое мнение, что обязательно нужна переработка, сжигание для того, чтобы уменьшались отходы. Вы какого мнения придерживаете? Я считаю, что то, что можно сейчас и есть технологии переработки, мы должны перерабатывать. Раз. Все. Значит, нужны такие объекты. Нужны такие объекты. Так. Дальше как нужно было сделать? Дальше нужно было сделать следующим образом. Мы должны были понять, что это за технологии, сколько это стоит. Сколько это стоит, это вопрос даже, скажем, факультативный, потому что у государства есть такие деньги. И государство должно было построить такие современные, высокотехнологические заводы по переработке этих отходов. Вот они собираются сейчас. Не поручать их каким-то чайкам, значит, каким-то частным фирмам, получастным, с которым... Росрау – это частная фирма, разве? Это государственная компания. Смотрите, мы говорим, что Куприд тоже не частная компания, с одной стороны. А с другой стороны смотрим, что уже там транспортные компании, Росрау, Росатом – государственные компании. То есть государство озаботилось тем, чтобы строить такие предприятия. Первое, озаботилось. Государство озаботилось тем, чтобы построить такое предприятие. Мы должны заранее знать, что это за завод. Вот вопрос, за сколько заранее, Азиас Ильич? Вот смотрите, нам говорят, что... Они нам ведь говорят, что мы еще даже обсуждать-то нечего, потому что только принято решение, а вот сейчас мы будем заниматься технологиями, сейчас будем заниматься техзадами. Мы должны знать риски, и после этого нас должны спросить всех. Вы хотите у себя на территории иметь завод с такими-то рисками, но с какими-то преимуществами? А с какими преимуществами? Вот никто не понимает, с какими преимуществами. Понимаете? Для региона. Да, ну для региона, конечно, для мест, для людей. Потому что для региона – это слово такое, у нас все привыкли говорить на территорию, а людей не считают. У нас уже в Кировской области скоро людей не останется, а мы все будем, так сказать, региона считать. У нас есть места, если риски большие, а они на самом деле большие. Особенно это связано с человеческим фактором. Даже в той же самой Швейцарии, которые сказали, что мои любимые, мы помним, что российский самолет был разбит, потому что, значит, ну, был, упал, потому что диспетчер был свое время, так сказать, уставшим, и не смог вовремя, так сказать, отреагировать на поступающие сигналы, там, угрозы. Человеческий фактор играет огромную роль. Соответственно, нужно такие вещи строить там, откуда, до места, где люди живут, ну, хотя бы сутки есть. Азистович, правильно я вас поняла? Сначала принять все технологии, которые, вот нам заявляет Росрава, еще только изучают, понять, какие средства, описать все угрозы и описать все программы по плюшкам, вот как говорят. И приезжайте в Кировскую область. А дальше, значит, представить региону, что у нас вот это есть, и обсуждать, согласно ли. И региону, а населению Кировской области. Ну да, население, людям, да. А не наоборот, сначала точку найти, а потом изучать. Мы нашли точку, мы говорим, что, слушайте, это самые крутые точки, вообще кроме этой точки мы уже постановление правительства вынесли, что привязываем проект, на проект мы потратим деньги, а потом скажем, слушайте, мы на проект уже потратили там 100 миллионов, или там 200 миллионов, 300 миллионов, ну что тут, ну госрасходы, как вы не понимаете, там и так далее. То есть это неправильный подход. Так, возвращаемся к активности вокруг самого, ну то есть вот, это неправильный подход с точки зрения какой? Политической, экономической? Это неправильный подход с точки зрения учета прав и интересов граждан нашей страны, в том числе Кировской области. Так, хорошо, теперь еще один аспект этого вопроса, который я хотела с вами обсудить. Вот вы говорите, я ходил на митинг, и на следующие митинги тоже пойду. Да. И упоминали коммунистов, которые участвовали. Да, да. Там не только коммунисты организовывают. Мне, в принципе, все равно, кто организовывал. Вам все равно. Да. Вам все равно, считаю, что они вместе должны это делать. Партия не организовывала, вы пойдете. Единая Россия. Если она организует против митинга, я приду, услышу, что, например, Владимир Васильевич Быков, как руководитель регионального отделения, выступает против размещения, пойду. А если я увижу, что Быков выступает за, то я повернусь и уйду с этого митинга, который будет нас призывать, что товарищи, ну как вы не понимаете, государство уже, вот мы такие плюшки получим. Да вообще еще неизвестно, чего вы выступаете против. Там и так далее, как это делает губернатор, так сказать, наш любимый Владимир Васильевич, Васильев Игорь Владимирович. То, ну, конечно, я повернусь и уйду, потому что это будет имитацией опять. То есть это вышли и якобы выразили свое отношение к этому делу. Вы же понимаете, что политики такой сладкий вопрос, как Марадыкова, будут использовать своих интересов, особенно в предвыборной риторике, а выборы в УЗС не так далеко. А я думаю, что Единая Россия не будет использовать, потому что не может. Хорошо, пусть не Единая Россия. Не будет, а другие пусть используют. Пусть используют? Конечно, потому что это, ну, скажем, если так можно мягко сказать, это ошибка Единой России, что она не выступает против размещения, вот именно против такого принятия решения и против размещения Марадыкова этого объекта. Все время завершаемое обсуждение объекта Марадыковский. Напоминаю, это Азиз Агаев, его особое мнение мы слушаем, но про протестную деятельность поговорим. Очень жарко проходит предвыборный период в Москве и Санкт-Петербурге. По Москве, судя по соцсетям и судя по СМИ, не федеральным каналам. Не федеральным. Не федеральным. Ну, мы все видели. Вообще сама цифра в 1400 человек, а говорят, что даже в 1700 человек задержанных, она вылится в итоге. Говорят, я читаю телеграм-канал Павла Чикова, который руководит правозащитной организацией АГОРА, объединяет адвокатов. Это беспрецедентное количество задержанных на протестных акциях за все время наблюдения. Десяток лет мы возьмем, то точно, то точно. О чем это нам говорит? Ну, это говорит о том, что, ну, как можно людей, как это сказать, ну, как барашков направлять в ту или иную сторону. Значит, первое... Поясните. Ну, объясняю. Что вы имеете в виду? Значит, власти нужно, чтобы люди одобряли так или иначе ее деятельность. Ну, чтобы не совсем приходилось фальсифицировать итоги выборы, там, ну, хотя бы частично, там, и так далее. Что делает для этого власть? Мы видим, что по всем государственным каналам нам рассказывают про то, какая у нас хорошая власть, а и, б, про то, какая Россия великая и могучая, подавили Украину, подавили там, значит, вот какие-то несчастные, значит, хотя, обращу ваше внимание, братья православные, на самом деле, реально грузины, с которыми, ну, такие отношения сейчас, какие-то исторические изыскания там приводят, просто слушать которые даже противно, на самом деле, где есть для таких же верующих людей суперсвятые места, я знаю, где люди отлично относятся, так сказать, к русским, но неважно, мы слышим по телевизору, там массу всяких вещей, значит, про чего угодно, но не только о проблемах внутри себя. Итак, у нас все окей, вот, но вокруг нас там собрались враги, которые там, значит, только думают о том, как ущемить, так сказать, нашу великую Россию. Это не так. Это не так. Совсем по-другому все обстоит, потому что я считаю, что политика, которую проводят в стране экономическая, она очень некомпетентная, и отношения, которые строятся с другими государствами, сегодня некомпетентные, и считаю, что то, что делает Министерство иностранных дел с другими государствами, очень часто, раньше я говорил, что мне определенный, на самом деле говорил, что в определенной ситуации политика внешняя так или иначе импонирует, потому что там были моменты, за которые я реально выступал. А сейчас я хочу сказать, что то, что творится там вот в внешней политике, уже тоже не удовлетворяет лично. Как мы с вами перешли от московских выборов на внешнюю политику? А сейчас я объясняю. Итак, что делает информканалы государственные? Они говорят, все у нас окей, ребята нам только мешают, нам внешние силы. То есть первое, то, как управляет своим народом, людьми правительство, это каналы телевизионные. Итак, правительство видит, что несмотря на телевизионные каналы, блин, рейтинг падает. Президента. Президента, Единой России, значит, правительство вообще ниже Плинтуса, там Медведева, там где-то, и так далее, и так далее. При этом это уже говорят, значит, ну, с моей точки зрения, ангажированные, так сказать, опросы. Второе, ну, что в этой ситуации надо сделать, чтобы люди, так сказать, не протестовали, не выходили? Мы должны связать деньгами. Значит, ипотеку побольше засунуть, так сказать, в долги людей, не заплатить им, и так далее, и так далее, потому что тогда человек будет думать, сейчас выйду, а основные рабочие веста на государственных корпорациях, госкомпаниях, потому что другой бизнес опять своей дурной экономической политикой правительства губит. И расчет на то, что вот у этих людей долги, у этих людей хорошая работа, значит, мы им всем скажем, ну, попробуйте только выйдите, так сказать, на протестную акцию. Это зашкаливает. И мы, значит, вас... Как это сочетается, Азиз Алиевич? И мы вас будем увольнять. Блин, перестало помогать. А люди видят, что все не так, и все неправильно, и не поправляется, и никто не признает, и типа своих не сдают. Значит, какие-то сечины живут в пятиэтажных, значит, там, апартаментах в центре Москвы, получают там по пять миллионов в день. Какие-то Киселевы, которые лапшу нам на уши, вешают там, получают по шестьдесят миллионов в месяц. Значит, а нам говорят, что на пенсии там денег нету, да? И перестало помогать. Протестная активность начинает зашкаливать, и люди выходят на различные акции, и более того, кричат всякие слова, в том числе про президента, не очень, так сказать, приглядные мы видим во время этих выступлений. И остается сейчас третий рубеж, третий рубеж, страх, окей, выйдешь на несанкционированную акцию, значит, что с тобой будет? Ну ладно, раз ты москвич, мы не будем московских привлекать росгвардейцев, вдруг там твои родственники, братья, друзья, они тебя не станут бить дубинками, проведем из какого-то другого региона. как это происходит там в местах активности, там в Шиесе, там еще где-то начинают. Так вот, хочу сказать росгвардейцам, что где-то ваших братьев тоже будут бить, только другие росгвардейцы, поэтому прежде чем поднимать эту дубинку на мирных, причем, людей, которые идут и кричат, это мирный митинг, это мирный митинг, который отворачивается, который даже никого не задели ни разу. Значит, я так понял, что за все время московского протеста был, значит, один раз кинули какой-то кусок асфальта на этого суперэкипированного полицейского, один раз брызнули газом, когда тот стукнул там кого-то и что-то было, а, еще раз, один раз урну кто-то там поднял. Все, вот за все время, так сказать, последней акции вот какой, так сказать, у нас происходит, какие митинги происходят. И вот последний рубеж. Вот выйдешь, тебя будут бить, тебя будут суперштрафовать, потому что штрафы сейчас достаточно большие, но обычным нормальным людям это как бы угрожает на самом деле благополучию там, да, поэтому не выходят. То есть это третий, я считаю, что это последний бастион. Как только люди... Последний бастион власти? Это последний бастион власти. Как только люди перестанут бояться вот этих вещей, скорее всего, у этой власти будут проблемы. Прервемся на полторы минуты, Ази Сагаев, его особое мнение, мы продолжим слушать. Особое мнение на 101FM Это программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько. Своё особое мнение высказывает Ази Сагаев, директор аудиторской консультационной компании «Бизнес-Инфор». Ещё пару слов про московские выборы и протестное движение, которое там развивается. Нет, Светлана, в чём проблема? Вот на самом деле я как бы... Нет, вот мы... Сейчас мы остановились на том, что вы сказали перед перерывом, что это последний бастион власти. А почему вы думаете, что это не власть манипулирует вот этими выходами на улицу? Почему вы не думаете, что это тоже определённая политтехнология на самом деле? И вовсе власть там не закусывает кулак и не заламывает руки в своём последнем бастионе, а у них есть план. План. Манипуляции. То есть у них есть такой глубокий план, что мы понять не можем, почему они на улице... Что вам придаёт уверенности, что это последний бастион. Что они там стукнули женщину, кандидата в депутаты, у которой кровь пошла, так сказать. То есть мужик, экипированный полностью в пластик, которого дубинкой-то не пробьёшь. Он берёт этой дубинкой, даёт там... И у женщины идёт кровь, условно говоря. То есть это уже отчаяние, вы считаете? Да я не считаю это отчаяние, просто люди, вот в принципе, я как бы этих разговордейцев, ну не то, что понимаю, а я понимаю, что происходит, потому что в какой-то момент, когда ты уже устаёшь от всего этого, ты уже перестаёшь контролировать в том числе свои эмоции и свою злость. И вот иногда бывает достаточно одной минуты, потом ты можешь взять себя в руки там и так далее, и так далее, ну просто надо понять, надо вообще дубинки доставать или не надо. Вот в чём вопрос. Так вот, почему я так думаю? Потому что я вижу, что реально вот это правительство, оно наступает на наши политические права, реально. То есть смотрите, президент означает его губернатора, потом с помощью каких-то, значит, технологий там делает так, чтобы пришло минимальное количество людей на выборы, там 30% приходит на выборы и выбирает этого губернатора ещё там, ну 50%. Как в нашем случае было в Кировской области, на последних выборах. И мы умножаем там 50 на 30, получаем, что 15% выбрали губернатора. Окей. Потом губернатор, значит, с помощью манипуляции с законом там назначает главу там, ну и главу администрации там города Кирова. И нашей жизнью, получается, управляет человек, которого мы вообще никогда не знали, у которого никогда не было опыта какого-либо управления социально-экономическими системами. Ну, некоторые говорят, что вот там, ну что там, даже заведующий гаражом может управлять там при определённых там ситуациях, да. Ну, хорошо, вот приходит человек и начинает там, люди недовольны, что происходит. Значит, какие-то делаются заявления там, принимаются какие-то решения без обсуждения. То есть, когда ты что-то предлагаешь, никто не обсуждает там, да. А вот смотрите, что происходит там с малым бизнесом, да. То есть, я считаю, что там мой выход в своё время из Координационного городского совета по малому бизнесу, из там других советов, в том числе из Торгово-промышленной палаты, оправдано было. Потому что в этой ситуации мы видим, что никто не считается с другими мнениями, даже их не обсуждают. Вот сейчас мы массово строим детские сады, но знаем, что через 6 лет они снова будут пустовать. Зачем мы их строим? Почему мы не дадим этому же малому бизнесу шанс в этой ситуации взять самому и решить эту проблему? Давайте будем помогать субсидировать людей. Вот мы эти деньги миллионами, сотнями тратим, выбрасываем буквально, потому что потом точно так же будем думать, а куда бы по дешёвке продать эти здания, которые, так сказать, построили. Понимаете? Вот происходит масса вещей, которые нарушают наши права. Эти люди потом приходят под партийными флагами. Даже, представьте, они в благотворительность так поступают. Потому что там отдаёшь деньги на какую-то благотворительность, а потом приходит Единая Россия со своим флагом и говорит, мы тут организовали благотворительную деятельность и вот под нашим флагом. Так или иначе хитро. Или там вот ваши деньги налогоплательщиков Единая Россия решила потратить. Вот мы построили шесть детских садов. Так кто вы такие? Это наши деньги налогоплательщиков. Вы вообще никто. И поэтому вот это нарушение прав политических и неполитических, каких только можно, людей, оно приводит к внутренним протестам. Почему неполитических? Потому что бедность зашкаливает. Потому что вот это вот наступление на малый и средний бизнес, которые мы видим, то есть когда говорят, вот давайте легализацию заработной платы. Господа, у вас только от нефти 17 триллионов доходов, от газа еще 10 триллионов доходов. Значит, вы лезете в пенсионные взносы, в доходы там малого бизнеса. Вот давайте легализовать выплаты малого. Легализовали. Что произошло? Ну, если предприниматель решил, что у него там кусок должен быть там 10 рублей, а ваша легализация приводит к тому, что у него кусок его, а сегодня реально, если ты занимаешься белым бизнесом, от 100 рублей тебе остается максимум 10. Ну, в лучшем случае 12. Все остальное в виде налогов и сдержек ты отдаешь. Вы представляете, то есть, сколько нужно перелопатить, чтобы вот свои 10 рублей как бы получить. И в итоге что получается? Мы легализовали, значит, сумма налогов в общей выручке предпринимательства увеличилась. И что он делает? Он уменьшает заработную плату, у него других вариантов нету, потому что он сам тоже хочет так или иначе хоть немножко пожить. Он же не благотворитель. И вот эта сумма легализации, которая исчисляется буквально для государственного бюджета в копейках, она государству не нужна, потому что в государственной кубышке фонде национального благосостояния уже больше 7 триллионов, и в других фондах резервы Центрального банка и так далее. Масса денег. И вот они тут сидят, но граждан будут снимать последнюю рубашку. А потом говорят, мы боремся с бедностью. И кто осваивает эти деньги по борьбе с бедностью? И кто осваивает эти деньги по развитию малого и среднего? Сначала мы угробим малый и средний бизнес, а потом будем осваивать деньги государство выделило. Азиз Салевич, Азиз Салевич, Путин своими указами. Вернувшись к нашей истории, которую мы обсуждаем про беспрецедентное задержание и митинговую активность, правильно ли я понимаю то, что вы сейчас говорили, что все, что делает сейчас государство в том числе в экономической сфере, в политической сфере, это такая агония. Не справляются. Не справляются. И поэтому страх, возвращаемся к вашему... У них другие интересы. Страх это единственный инструмент, который сейчас применяет власти. Ну, это не единственный инструмент, но это уже крайний. Страх и пропаганда. Два такие двенечки, После страха уже, как бы, если уже страх уже не будет действовать, то дальше уже нет ничего. А люди, вот чтобы завершить эту тему, люди, о которых вы читаете, на которых вы смотрите, на московских улицах, может быть, на митингах, на котором вы были по Марадыкову. Эти люди, они еще готовы терпеть? Или они уже там осознанные граждане? Или все-таки они остаются с куклами для манипуляций? Они все еще... Я знаю очень многих хороших людей, которые все еще верят в телевизионную пропаганде. Я знаю очень многих людей, которые реально боятся потерять работу, потому что, действительно, у них семейная ситуация такая, потому что очень часто... То есть эти инструменты работают? Они все работают. И будут еще работать? И я знаю, что есть масса людей, которые вот этого страха там перед правоохранительными, силовыми структурами боятся. То, чтобы защитить свои права, то есть ты защищаешь свои права и можешь быть за что угодно, так сказать, пойман, осужден там и так далее. Все это работает. И ситуации, так сказать, самая грандиозная ситуация с Голуновым, когда было подкинуто просто там наркотики. Масса людей боятся даже вот просто таких вещей, что я сейчас вот это сделаю там или скажу, а мне найдут, так сказать, причины. Я сам был свидетелем ситуации, когда доказательства были, значит, сфальсифицированы по факту и человек был осужден. Ну да, мы тут рассказывали как раз в эфирах об этом. Да. Продолжается программа «Особое мнение». У нас остается 6 минут до завершения программы. Еще про выборы я хотела поговорить. У нас тут состоялись до выбора в общественную палату Кировской области. на место экс-министра Светланы Медведевой, которая была в общественной палате, но ушла, потому что уже не связана ее деятельность с Кировской областью. Совершенно верно. Ее нет на территории Кировской области. Да, она когда поняла это, она ушла. И объявили до выбора. Две заявки было подано. Одна заявка от Анны Шкляевой, это директор Кирово-Чепетской средней школы номер 6. Я ее не знаю. Вы ее знаете? Нет. А вторая заявка от Константина Сичихина, члена рабочей группы по контролям за ремонтом дорог. Вы его знаете? Да, знаю. Ну и наши слушатели знают. Ну, я думаю, что его многие знают, кто так или иначе интересуется благоустройством в Кирове области. Значит, результат голосования. Напоминаю, что около 50 членов общественной палаты проголосовало, судя по всему, 25 человек. Результат голосования за Анну Шкляеву проголосовало 20 человек, а за Константина Сичихина 5. Ну, за что боролись, Светлана, на то и напоролись. Вы, когда вот эту новость прочитали, у вас вопросы возникли или нет? Нет. То есть это... Ну, вас вообще интересует... У меня вопрос не возник, потому что то, что сделали с общественной палатой, с его выборами... Подождите, может быть, это хорошо. Вот Анна Шкляева, директор школы... Вот мы сейчас напрашиваемся... А не Константин Сичихин? Нет, это не очень хорошо, потому что Анна Шкляева, она, ну, скажем так, в общественной жизни Кировской области, ну, наверняка не участвует, иначе мы об этом как бы знали. Ну, может, она что-то в Чепецке делает? Ну, пожалуйста, ты в Чепецке там и участвуй в общественных формированиях. А Костя, если так можно так сказать, а Константин, хорошо, значит, он активно участвует, он выступает, он, значит, анализирует, какие-то приводит, то есть цифры, что-то делает, мы видим его, так или иначе, в том числе в информпространстве. Ну, достаточно большое количество общественных организаций он входит, и общественных движений, в том числе и по дорожному строительству. Да, да. Как так получилось? Я не очень поняла тоже. Ну, как? Может быть, вы поясните. Выбирали-то ведь члены общественной палаты. Ну, да. Ну, как формируется общественная палата? 12 или там 20 человек, сколько там, от ОЗС там? Одна треть, одна треть, одна треть губернатора и одна треть общественных организаций. Значит, и вот эти одну треть от общественных организаций выбирают, там, одна треть вот это и вот одна треть вот это. И он должен был быть избран, видимо, как сотрудник от общественной организации, я так понимаю. Не помню, по какому списку было именно, честно говоря. Но если вы голосовали, значит, он по третьему списку. Кий вариант? Я по списку губернатора. Вы по списку губернатора. Поздравляю вас. Спасибо. Второй раз уже, во втором САЗЭВе, все по списку губернатора. Вот видите, как хорошо. Я голосовала за Константина Сечихина, кстати. Ну, очень хорошо. Одна из пяти, видимо. Вот сама общественная палата. Это ведь история такая. Вот я всегда говорил, что общественная палата не нужна, если ОЗС работает хорошо. Это первое. Сразу хочется привести пример на этом пресловутом круглом столе, к которому возвращаемся по Мородыкову. Пример, когда депутат ОЗС Сергей Ретькин, депутат ТССР, дал поручение комиссии по экологии разобраться с Мородыкова. При этом ОЗС ни разу этот вопрос не изучала. А раз ОЗС не работает, а ОЗС не работает никак. Никак не работает, ОЗС прозябает. Они просто купаются в том, что их срок идет, и вот они там депутаты ЗАГСа Брани, у каждого есть корочка там и все такое. потому что я не видел ни одного там как бы человека, который, ну, может быть, ну, хорошо, не буду говорить ни одного. Большинство никогда принципиально не выступает. Хотя на кухне и во время личных встреч могут говорить очень принципиально. Окей. Поэтому, значит, раз ОЗС не работает, приходится работать в общественной палате. А раз, чтобы общественная палата не работала принципиально, что они сделали? Изменили закон, внедрили туда одну треть своих из ОЗС, одну треть, значит, ну, вот вы от губернатора, ну, такая вот особенная, отличающаяся там. И чтобы не сильно вякали те, кто от общественных организаций, значит, туда тоже надо выбрать не самых, так сказать, принципиальных, а, ну, таких, которые могут так или иначе там где-то согласовывать свои позиции. И поэтому, что получилось из общественной палаты? Представители ОЗС, представители губернатора которые выбрали и договорились с теми, кого выберут от общественных организаций, ну, мы тебя выберем, если ты будешь себя вести хорошо, окей, договорились, молодцы. И вот теперь ваша общественная палата, она вовсе не представляет интересы Кировской области. Может быть, надо создать, может быть, надо создать общественную народную палату в противовес вот этой общественной палаты. И надо продумать механизм. У кого-то была такая идея. И надо продумать механизм. По-моему, господин Туроло что-то в этом вообще высказал. народную общественную палату. Он, по-моему, депутатский корпус хотел. Который никак не связан с теми, что их выбирает губернатор или ОЗС. Вот такой механизм продумать, чтобы он так или иначе максимально объективный. Альтернативную власть предлагаете создать, Альтернативную общественную палату. Азис Агаев, его особое мнение мы слушали. Всем хорошего дня и до свидания. До свидания. Особое мнение на 101FM